Здравствуйте! Внимательно слушаю. Достоверение, будьте любезны в развертывом виде в соответствии со статьей 5 пункта 4 закона о полиции. Я понятно говорю? Понятно. Будьте любезны. Мы сотрудники Росгвардии. Какое-то имеет значение. Почему у вас номера перевешены? С какой целью интересуетесь? Потому что это неправильно. Это прерогатива сотрудников правоохранительных органов ГИБДД. Нет. Прерогатива сотрудников полиции, уважаемые. У нас тоже интересуют как угодно автотранспорт, но мы вам не вменяем нарушение ПДД никакое. Потому что это не наша работа. А вот у ГИБДД это наша работа. Будьте любезны, удостоверение. Вы объясните, почему у вас номера перевешены? Я еще раз поясняю. Я вам не буду объяснять. Я это объяснять буду сотрудникам правоохранительных органов. А мы и сотрудники правоохранительных органов ГИБДД. Удостоверение в развернутом виде. Пожалуйста. Росгвардия, полиция. Матиканин, Дмитрий Альбетр Актович, Росгвардия. ПР 009768. Так какого года? Читайте. Читайте. 17 декабря, 2018 год. Хорошо. Жду сотрудников ГИБДД с нетерпением. Причем я сотрудник ГИБДД? У вас сотрудник полиции спрашивает документы на автотранс. Основание. Основание? Номера перевешены. Это прерогатива сотрудников ГИБДД. Вы ПДД сдавали или вы права купили? Я. Да. В отличие от вас, я сдавался настоятельно. И что в правилах написано? Документы представлять кому? Сотрудника полиции. Что, почитаем законы полиции? Закон Росгвардия. Пожалуйста. Закон полиции почитаем. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Почитай, кого вы обязаны представлять документы? Вы еще не представились. Удостоверение будьте любезны. Вот молодой человек вам представил. Ваше удостоверение. Вот вы беседуете с человеком и все беседуете. С нетерпением сотрудников ГИБДД. Вы читаете правила? Будете? Я буду читать сотрудникам ГИБДД. А мне любез ваш не нужен. Я не вижу смысла объяснять. А что вы собираетесь мне объяснять? Что вы не выполняете законные требования сотрудников полиции? 19-й часть 1 вперед. И мы посмотрим. По 286-ю статью у КРФ ваше действие в легкую подпадут. Мне попадут. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Оформляйте 19-й. Зачем? Вы мне ничего не упоминания не оказываете? Я в данном случае, если мы сейчас углубимся, пассажир, а не водитель. Водитель, если вы откроете правила дорожного движения, посмотрите. Я не могу параллельно говорить, меня слушать надо внимательно. Я не собираюсь не слушать. Для начала. Честно говоря. То я чушь несу. Да, конечно. Показали документы, мы уехали. Я не буду вам показывать. Я вам еще раз говорю. Вызовите ГИБДД. Если у вас... Сотрудники полиции, вы должны отдать обязанность сотрудникам полиции представлять документы. Должны быть основания. Такое у вас не есть, у вас номера перевешены. То есть, я правильно понимаю, мои действия подпадают по диспозиции статьи 12.2 часть 1 КРФ. Я правильно понял? Административного кодекса. Оформляйте. Мы не будем ничего оформлять. Документы покажите. Вопросов нет. Вы административно... Нарушение у вас. Вы каши-то изо рта сначала выйдете, потом говорите. Мы просим у вас, вы не надо на меня наезжать, потому что у меня каша. Я больше плохо говорю. А вы трезвый? А вы трезвый? По-моему, неадекватно как-то себя ведете. Вы тоже неадекватно себя ведете. Похоже, вы тоже трезвый. Свидетельствование вперед, ГИБДД. Я свидетельствование проведен. Вы же не двигались на машине, зачем вас ответить? Ну, о чем? О том и речь. Я пассажир. Документы покажите. Основание. Белая машина, перевешенная номера. Это не является основанием проверения. Это является основанием. Серьезно? Конечно. То есть у вас есть основание? Сейчас меня в чем-то подозревали. Разумеется, номер ваш видели сзади. По базе ЕС через дежурную часть посмотрели, вопрос закрыт. Я ваши документы не вижу. Я это собираюсь показывать. Ну, так и что я буду смотреть? Всего. По базе ЕС можете посмотреть. Что посмотреть? Я не знаю, с вами я разговариваю. Вы с гражданином Российской Федерации. Откуда я знаю? Может, вы гражданину РУГАРа? Короче, хватит мне тут по ушам ездить. Либо мы... Слушай, ездить по ушам, давай нормально разговаривать будем. Как вы начали, так и я. А как я начали? С вами только так надо разговаривать. Законов вы не понимаете. С точки зрения... Каких законов? Закон. ПДД почитайте. Какое отношение к вам имеет? Сотрудники полиции. Я жду сотрудников ГИБДД. Оперов, оперов, да. Меня не надо пугать. А никто вас не пугает. Приедут сотрудники ГИБДД и будем общаться. Оперов приедут. Пусть приезжают. А, кстати, вы подпадаете под статью 19.3. Хорошо. А это занимается Росгвардией как раз. Оформлять. Оформием. Сейчас вытащим вас, оформим. Давайте вытаскивать. Вы оказываете непогновение. Законово требуется сотрудник полиции. Надо учитывать, что гражданин, во-первых, не является водителем, во-вторых. Да мы не говорим, что вы покорите документы. На каком основании? Да у вас номера перевешивают. Да нет, вы угнали машину. Может быть, угнал. У меня с собой нет документов, допустим. Значит, мы проедем в отдел полиции. Давайте в отдел полиции проедем. Давайте проедем. Давайте составляйте протокол отстранения и поедем в отдел полиции. Зачем вас отстранять? Вы же не управляете машиной. А зачем я буду упрощать вам действия процессуальные? Почему я гражданин права, который... Да почему у вас номера перевешивают? Меня сейчас выслушаем. Я не могу параллельно говорить. Значит, вы должностные лица, в данном случае сотрудники Росгвардии. Мы сомневаемся, что машина ваша. Вот это все. У вас номера перевешены, молодой человек. Вы нормальный, адекватный человек вообще. Вызывай я. У вас номера перевешены. Вы, значит, ограничили мое право конституционное на передвижение закреплено в статье 27. Да не надо здесь умничать. Какие обязанности? Основания. Номера перевешены. Оформить. Вызовите ГИБДД. Да вы понимаете, что это... Да вы не ездите. Да вы ГИБДД, вы же здесь. Время лет здесь время до утра. Конечно. Вы не ездите. Я сейчас по 02. Да, сотрудники ГИБДД не нужны. Почему? Хоть по 02. Почему? Потому что... Вы же по основанию меня остановили. Да мы не остановили вас, вы стояли здесь. Только что вы от меня-то хотите? Документы ваши. Для какой цели? Номера перевешены у вас. То есть вы выявили признак состава административного правонарушения, предусмотрен статьей 12.2, часть 1 КУАПРФ. Правильно? Административное правонарушение у вас, да? Так вызовите сотрудников ГИБДД, чтобы они оформили по рапорту. Да не нужно нам это. Нам нужны документы ваши. А у меня нет с собой документов. Так пройдемте в отдел полиции, ставите ваша личность. Должны быть основания. Меня в чем-то подозревают. У вас номера перевешены. Вы могли... Вы, может быть, машину угнали. Может быть, угнал машину. Мы должны это уточнить. Уточняйте. Мы сейчас поедем. У нас нет базы. Пожалуйста. У нас нет базы. Она в отделе полиции. Давайте в дежурную часть проедем. В отдел полиции. Я не спорю. Проедете, в отдел полиции. Поедемте. Да, проедем. Вперед, я за вами. Сейчас, минуточки. Да, вот так вот разводят граждан. Вы ограничили мое конституционное право на передвижение. Если я сейчас опоздаю клиенту, то убытки... А вы не имеете права двигаться на машине. У нас нет документов никаких. Это для вас у меня нет документов. Ну, нет для нас документов. Я ясно излагаю? Ясно. Вы не выполняете законные требования сотрудников полиции. Должны быть основания. Основания. Да ладно, посмотрите хоть на свои номера. Номера установлены на предусмотренном месте. Они не читаются. Они не читаются. Они должны выглядеть по всем стандартам ГАИ. Они не читаются. Вы не имеете права ездить с такими номерами. Двенадцатый вроде, да. А вы нас чего не уважаете? Как граждан Российской Федерации. Вы в данном случае сотрудник полиции. Вы должностное лицо Росгвардии. Так, показывайте документы. Это во вторую очередь. Сейчас сотрудники ГИБДД подъедут и будем... Подъедут. Мы сейчас в отдел полиции поедем. Да, давайте в отдел полиции. Да, да. Сейчас там... Просто ГИБДД мало, мы их можем до утра подождать. ГИБДД... Заслушайте... Здесь ГИБДД нам не нужно, потому что вы никуда не двигаетесь. Сотрудники ГАИ не будут с вами разбираться. Вот идет гражданин по дороге. Просто гражданин. Без признаков административного правонарушения трезвых. Вы подъезжаете, спрашиваете у него документы. Мы не спрашиваем у таких людей, которые... А зачем вы ко мне подошли и спрашиваете документы? У вас номера, вы видите. Так эти номера перевернуты с одной целью, чтобы сотрудники правоохранительных органов останавливали, в данном случае ГИБДД, и с ними ликбезы проводили. Вы до сих пор не видите, что перед вами не малолетка, а субъект, который владеет правом? Вам этого недостаточно? Я вам поясняю. Я не вижу, что вы субъекту, который владеет правом. Вы чушь собачью несете? Вы там нам еще не чути. Я говорю вам, как практик и теоретик. Вы право дорожное движение читали? Вы на самом деле даже не знаете ничего. Если я бы не знал, я бы не управлял на таком автомобиле. Если я управляю, я могу себе позволить это. И я могу это обосновать должностному лицу. На каком автомобиле вы себе, в смысле, с такими номерами? На данном автомобиле я управляю. Сотрудники ГИБДД? Вы же знаете. В данном случае я пассажир. У нас зачастую... Да, проколоты. Уже... Честно, я только с одной целью. Поскольку я осознанно вел такую невнятную беседу с вами. Ввиду того, хотел посмотреть. Между тем, на вас очень много жалоб в вашем районе Кировска. Поскольку сотрудники... Нет, в данном случае не на всех. Не надо всех чернить. Почему чернить-то? Жалоба, значит, работает. Любой вот так же точно может выйти и начать ввести какую-то... Нет, я согласен. Но я же не пургу несу, тем не менее. Пургу несу. Вот видите, вы как должностные лица говорите, я пургу несу. А я вам конкретно на ссылки на нормы права. Я вам говорю. Как я могу к вам обращаться? Имя, отчество ваше счет. Дмитрий Альбертович, очень приятно. Меня зовут Денис Геннадьевич, фамилия Таташвили. Значит, я вам так хочу пояснить. Всякое ограничение прав гражданина возможно на основании в порядке, установленном федеральным законом. Но нельзя просто так подойти к гражданину, который идет куда-либо, не меняя направление. Зачем вы мне рассказываете? Я в курсе все. Вы в курсе? Ну, мы, тем не менее, сейчас, будучи сотрудником Росгвардии, да, там есть такой пункт, как в законе о Росгвардии, проверка документов. Но должны быть основания. Между тем, если основания есть подозревать в противоправных действиях гражданина, в данном случае какое-то нарушение, даже... Да, то тогда что мы делаем? По рапорту гражданина передаем сотрудникам ГИБДД. Нет. Для чего? Проверил документы и все. Почему превышение? Либо же невыполнение приказа. Почему превышение? И тут вилка, вы попадаете в эту вилку. Я не попадаю я в эту вилку, я попадаю в эту вилку. Если у меня сегодня будет за ночь угон, я попаду в вилку писать рапор, что я делал и какую работу я провел. Я, тем не менее, полагаю, вам на пользу пойдет с одной беседой и встречей. Смениваюсь. Нет? Нет. На пользу? Нет. С чего? Мы не теряем. Почему теряем? Да. Нам-то это выключить. Ну, вот, говорите, что вы выявили в моих признаках, как при этом пассажира, признак состава административного правонарушения по части 1, статьи 12.2 КУАП РФ. У меня тогда вопрос к вам. Составьте, даже, я прошу, материал по данной норме в отношении меня со слов. Я вам сообщу свои установочные данные. Но только вы, только вы сделаете это, и ваши действия будут квалифицироваться, по диспозиции однозначно подпадать. 286 УК РФ. Да что же вы все такие умные? Да не все. Понимаете, вот таким... Ну что, ну что вы начинаем, какую-то ерунду за него? Это не ерунда. Как люди какие-то? Вы подошли к вам, как люди, проверить документы. Вы не как люди. Машину угоняют. Я согласен. Вы неизвестно, что в стране. Я согласен. А вы сидите здесь и умничаете перед нами. Да нам пофиг, что вы все знаете. Это хорошо, что вы знаете. Молодцы. Ну, я тот человек, который не позволил... Это прелесть вам. Ну, не нужно так и негравить. От себя ноги вытирать, я не позволю. Да мы не вытираем. Мы просто спросили у вас документы, потому что у вас номера неправильно. Ну, нормальный человек, нормальный человек. У них вот как у нас номера висят. Да, как у меня номера. Ну, это не так висят. Я согласен. Не так они висят. Я согласен. Вы согласны, что они не так? Я согласен. Это вызывает водозрение у любого человека. Да, да. Может быть... Даже не у сотрудника полиции, а у нормального человека. А может быть там в багажнике труп лежит. И труп там может лежать. Ну, это уж совсем... Да, может быть там черный нал 100 миллионов рублей. Да может быть и черный нал. Так что тут дело такое. Моя задача и данные номера установлены на данном транспортном средстве только с одной целью. Да, провоцировать сотрудников, да, общаться. Вот вы еще буквально 10 минут назад обратите внимание, какое у вас поведение было. И когда вам все гражданин пояснил, разъяснил, и сразу у вас было требование сотрудника правоохранительных органов должно сноться на законе правила дорожного движения. Согласен. Пункт 2.1.1. Ну, сотрудника полиции, верно? Полиции. Ну, не ГИБДД там нет. А вы руководствуетесь федеральным законом и полицией в том числе? Да, в том числе, да. Открываем статью 13, часть 1, пункт 20 и 21. Сотрудник правоохранительных органов имеет право проверить документы. Но согласно этой статье 13, выше на озвученных, части 2, документы проверяются уполномоченным на то должностным лицом. Нельзя подменять орган. Это то же самое, что сейчас пройдет мимо следователь в форме и скажет, я хочу ваши документы посмотреть. Но я же сотрудник следственного комитета. Будьте любезны, пожалуйста. Ну, так мы и есть на то уполномоченные должностные лица. Уполномоченные должностные лица. Передача данных документов на транспортное средство в дальнейшем, какие действия повлечет за собой? В дальнейшем проверяем документы, машина ваша не в розыске, все, мы уехали. Все остальное не наша компетенция. Так вот с этого и надо начинать. Вы сами ответили на свой вопрос. Это компетенция сотрудников ГИБДД. Дальнейшее разбирательство с вами, да. Да. Так вот, не надо. Меня интересует машина не в розыске и все. Там все видно. Номера государственной регистрационной читаем. Ну, я не говорю, что они не читаем. Они на месте установлены. Вопрос, как они установлены. Я не говорю, что они не читаем. Вы отказываетесь показывать документы. Я вам поясняю. Мы не можем установить вашу личность. У меня документов с собой нет, я вам поясняю. Ваша личность неизвестна. Моя личность неизвестна. По базиции посмотрите, в дежурную часть позвоните и все. Как, со слов? Со слов, да. Вы можете назваться Ивановым, Петровым, Сидоровым. Я не могу. Не могу назваться. Я гражданин Российской Федерации. Сведения о котором... Вы должны быть гражданин Российской Федерации. Подождите, вы меня в чем-то подозреваете. Презупция невиновности о чем-то говорит? Нет. Вы должны доказать мою вину, а не я. Если вы меня в чем-то подозреваете. Я должен доказать, если я спрашиваю у вас документы. А если у гражданина их нету? Вот гражданин вышел из дома, присесть в автомобиль просто. У вас номера установлены? И не по стандарту, а что вызывает подозрения? Документы дома. И что мы делаем в данном случае? Ну, желательно предоставить документы на машину. У гражданина нету документов на машину, вот с собой нет. Чтобы поехать в отдел, надо составить протокол доставления. Так, это в отделе составлено в отдел. Рапорт и протокол. А я отказываюсь ехать. Это уже не повиновен. Это уже мое доброе, что называется, воля. Я хочу еду, хочу нет. Ну, в данном случае, конечно же, я никуда не поеду. Я дождусь сотрудников ГИБДД. Просто не надо перегибать. Дело-то и не в санкциях таких, я же объяснил. А цель чем? Если я повторюсь, у меня есть основания в чем-то подозревать. Предоставьте документ, затрагивающий мои права и интересы. Вот говорите, Денис Геннадьевич, вот видите распечатка. Ваша машина под подозрением, она в розыске. Данная Шкода, допустим. Я говорю, вопросов нет. Всю часть 2, статья 24 Конституции. Органы государственной власти, их должностные лица, обязаны предоставить документ, затрагивающий права и интересы гражданина. То есть вы хотите сказать, что если я задерживаю у кого-то по имеющейся у меня оперативной информации, я буду этого негодяя с этой информацией знакомить? Я считаю, что вы, как должностное лицо, сразу даете оценку субъекту. Вы же видите, что за субъект в машине сидит, правильно? И вы, как должностное лицо, тогда, когда вы задерживаете какого-то предполагаемого преступника, вы же даете оценку, ну, наркоман, видно. Меня больше всего, таких людей, как вы, вы сотрудников полиции рассматриваете как общий человек, сотрудники полиции. А то, что у каждого сотрудника полиции это есть человек, обычный, нормальный гражданин, Российский Федерат, вы не рассматриваете. Я с уважением к вам отношусь. У каждого человека, у каждого полицейского своя жизнь, своя судьба, понимаете? Своё настроение в жизни бывает, понимаете? А все на нас нас смотрят, руководство, ещё выше. Каждый человек, каждый преступник ходит, и всё, сотрудники полиции предъявляют претензии. Я не предъявляю. Как вы специально делаете, провоцируете. У меня-то только во благо. Вы создаёте. Зачем это вам нужно? Вы зачем вы мучаете сотрудников полиции? И как людей вы мучаете, понимаете? Я бы согласился, что это было бы, наверное, во благо, если бы после этого мы бы втроём что-то такого для себя нового интересного узнали. Ничего, кроме, честно говоря, оперативной жизни. Только про граждан начинаем, я после этого про граждан просто начинаю плохо думать. Не надо плохо думать. Почему не надо? Потому что они отнимают моё время рабочее и занимаются, заставляют заниматься ерундой. Потому что мы сейчас дождёмся ГИБДД, они приедут, вы им покажете документы, и мы разъедемся. Но мы будем ждать. Но мы будем ждать. Ради бога, я же не против. И вы вот тыркаете, тыркаете, и вам доставляет это удовольствие. А теперь мне будет удовольствие, будем ждать. Это же просто будет. Красиво, неприятно, никому не нужно. Вот никому это не нужно. Поймите меня правильно. Вот мне люди пишут, что в Кировском районе сотрудники Росгвардии, я же сюда не просто так приехал, я вас тут искал, крутился, искал конкретно вас, что вы нарушаете со слов граждан права и их интересы. Да со слов граждан, вы знаете, что можете наговорить? Это я вообще не представляю. Конкретно, конкретно. Я мысль закончу. Вот я решил приехать сюда и посмотреть, и послушать. В принципе, доводы граждан частично подтвердились. Вы даже наехали на человека, извините за такой условие, вы потребовали от гражданина то, что не входит в ваши компетенции. То есть вы выходите за рамки на первых парах, да? И только в ходе общения, вам только я объяснил, и вы отрезвели. И я представляю, когда просто гражданин, он не будет вам пояснять, он покажет документ, скажет, до свидания. И все, и все, и нам больше ничего не нужно. Мне звонят, говорят, вот Денис Геннадьевич, сотрудники Росгвардии, иду домой, меня взяли, остановили и попросили документы. А у меня с собой документа нет. И меня доставили в отдел полиции. А в отделе... Да, не может быть такого. Вот два человека документа. Да, фигня эта. Ну как фигня. Это такие же люди, извините, конечно, за выражение, такие же, как вы, которые любят попровоцировать. Понимаете, вот я когда в детстве был, посмотрите, когда в детстве был, да, пацаны собирались, да, они специально ездили в Лигово. Драться, ну да, кстати, а то народ, правда, спит. Драться, ездили с полиганом. Знаете, для чего драться ездили? Чтобы ментов подзадорить. Чтобы они повреждали, там, по макаться с ними. У меня даже в поселке были ребята такие, поехали ментов, можно. Нет, так нельзя. Ну вот так это же есть люди такие. Я вам хочу сказать, я за себя говорю. Ну и граждане половины таких. Ну нельзя же всех чернить, хулить вот так вот. Есть же и хорошие сотрудники, так как граждане. Просто у нас по одной частности, вы дергали, ты говоришь, все плохие сотрудники. Нет, не все сотрудники. А вы, наверное... Такие, как и все люди есть. Есть хорошие, есть плохие. Вот, и тем не менее, поскольку мы, как вы, как должностные лица, взаимодействуете с гражданами, нам необходим контакт. И так между нами люди друг друга ненавидят. Да при чем тут люди? Люди начинают конфликтовать. Мы работаем. И в очереди, и в постели, и... Знаете, у нас сотрудники из таких суд вызывают. И судья спрашивает, а как вы определили, что это... Ну как вот вы видите наркоман, а вот адвокат говорит, ну как вы можете это само... Увидите это само, говорит, а я, говорит, нормальных людей не вижу. Нет, так нельзя. Почему нельзя? Нормальных людей не вижу. Он не видит нормальных людей, правильно? Потому что нас нормальные люди, хорошие, адекватные, не интересуют. Я вам скажу так, моя работа тоже сопряжена с большими рисками, но в целом я хочу сказать, что люди, в данном случае сотрудники ГИБДД даже часто очень, и сотрудники полиции... Сотрудники ГИБДД нас вообще не интересуют, это отдельные... Нет, структура, да, я согласен. Но я не хочу сказать, что все такие... Вы имеете в виду, что сотрудники ГИБДД, остановив меня... Да, оформят. Оформят, естественно. Понимаете, такой же, каких из меня лишали прав за то, что я сотрудника ГАИ сбил. В каком году это было? В 97-м, в общем. В 97-м? Я бы, слушайте, обжаловывал принципиально, даже до надзора дошел бы. Да что, дошел, пришла подполковник, сказала, о, сбил, лишить на 4 месяца. Нет, но это для галочки надо было. Да что для галочки? Вы себя защищали или адвокат был? Никого никто не обвиняю. Кому это у нас же? Какой у нас адвокат? У нас счет адвокат. Нет, ну почему? У нас зарплату подняли сотрудникам МВД. Я, вот лично я прихожу, представляю интересы некоторых сотрудников в суды. У нас сотрудникам МВД подняли зарплату, а сотрудникам Росгвардии не подняли зарплату. Но вы хотите с кем-то бороться? Да я не веду борьбу. У меня только ажи, поймите правильно, я хочу сотрудника полиции вернуть... Какие наверху, сволочи. Согласен. Согласен. А вы видели, как человека задерживают с 8 миллиардами рублей? Я не вижу. О чем мы говорим? Это вот это, вот это вот, то, вот это нами командует. Не знаю даже просто как назвать того человека, который с 8 миллиардами. Она нами командует. А вы заметили, сколько в последнее время сейчас сажают, вот, высшего руководства. А, они нами командуют. А я все равно работаю. Там живет клановая борьба. За 25 лет, за 25 лет работы я здесь, я пережил, наверное, пятерых. А что вы не карьеристы, не растетесь, он на земле, да на земле. Потому что я ненавижу вот эту вилкатуру, понимаешь? Там же интересно с бумагами, с документами. Там политика. Политика меня не интересует. Сейчас он спасибо скажет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!